Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы хотим представить вам сёклоуборочную самоходную машину компании Гриме, которая называется Rexor 630. 630 по той причине, что это шестирадная сёклоуборочная машина с объемом бункера 30 тонн и она трехосная. Более подробно остановимся на составляющих узлах данной машины. В первую очередь впереди идёт у нас ботвоудалитель. На данной машине установлен комбинированный ботвоудалитель. Он может работать либо с укладкой ботвы, срезанной в междурадье и последующим прикатыванием её опорными колёсами, либо может переключаться на выброс ботвы на уже выкопанное площадь поля посредством шнека и лопаточной швыралки. Скорость оборотов вала ботвоудаляющего может безступенчато регулироваться от 900 до 1300 оборотов в минуту. Для полного удаления ботвы верхушечную часть корнеплода срезает до обрешек с ножом. Это обеспечивает полное отсутствие остатков ботвы, что влияет на засоренность и на качество приемки ботвы в последующем на заводе. Сам корчеватель идёт на опорных колёсах в данной серии, в данной машине. Эти опорные колёса являются активно проводящими, на них работает гидропривод, и они осуществляют не только опору, но и ещё движение и прикатывание в размещенном междурадье ботвы. Дальше идёт непосредственно сам корчеватель. В данной машине это дисковые капачи диаметром 72 см. Они позволяют выкорчевывать каждый корнеплод максимально бережно и с наибольшими остатками корневой системы. То есть полностью вырывается корешок, то есть корешковая часть корнеплода, в которой заключена наибольшая сахаристость. И по средствам этого увеличивается выход самих корнеплодов непосредственно с единицы площади поля. Вольцовая группа состоит из шести вольцов приёмной и пять вольцов очищающих с спиральной навиткой. Плюс к этому ещё четыре вольца, по два с каждой стороны, находятся для того, чтобы весь поток собрать к очищающему, подающему транспортеру. После очищающих вольцов продукт поступает на подающий транспортер, задача которого заключается в том, чтобы подать севоклу на очищающие звёзды. На сепарирующих звёздах в данном случае установлены прутковые очистительные элементы. При большой загрязнённости или же при первой увлажнённой почве можно устанавливать сюда пружинно-пальцевые очистительные заграждения, которые более агрессивно очищают свёклу. Бункер, как я уже сказал, вместительностью 30 тонн, объём его общий полезный – 45 метров кубических. В бункере имеется также распределяющий шнек для оптимальной загрузки бункера. И данный объём бункера позволяет построить логистику работы комбайна в поле таким образом, что ему не приходится выгружаться посреди поля, даже при довольно длинном воне. Мощность машины или мотора машины составляет 625 лошадиных сил. Здесь установлен двигатель без отблю. Объём топливного бака – 1300 литров. Средний расход топлива данной машины в зависимости от условий колеблется от 30 до 35 литров на гектар. Непосредственно в бункере находится распределительный шнек, который посредством ультразвуковых датчиков регулирует распределение свёклы в заднюю и переднюю части бункера. Выгрузной транспортер в зависимости от высоты разгрузки может регулироваться безступенчатая его скорость. И бункер объёмом 45 кубических метров данным транспортером может быть выгружен не более чем за одну минуту. Для обеспечения уменьшения давления на почву машина может работать так называемым собачьим ходом. То есть смещаться либо вправо, либо влево в зависимости от направления движения. Для того, чтобы машина шла каждым колесом по новой площади поля. Это снижает давление и в последующем облегчает работу почвообрабатывающих машин. Для облегчения труда оператора на данной машине установлены 7 видеокамер, которые позволяют ему видеть практически все основные места и узлы, в которых может быть какая-то проблема. Первая камера установлена непосредственно на корчевателе. Следующая камера это подающий на звёзды транспортер. Две камеры установлены на сепарирующих звёздах. Одна камера установлена в бункеры для наблюдения за правильностью наполнения бункера. Одна камера установлена на выгруженном транспортере. Опять же для удобства оператора, чтобы видеть каким образом происходит выгрузка и формирование бурта. И камера заднего хода, которая позволяет двигаться не вслепую, если приходится где-то сдавать назад.